Новый год один из самых любимых праздников и многим хочется, чтобы в доме была настоящая, самая пушистая, красивая, большая елка. Но чтобы елка долго стояла, ее нужно правильно выбрать. Для этого в лесничестве работают специалисты. Неправильную елку рубить нельзя. Дома должна стоять только исключительно правильная елка, срезанная в правильное время года. Сергей, можно ли нам сейчас срубить елочку, чтобы подарить нашей телекомпании? Насколько это долго или это все возможно? Конечно можно. Это будет всего 5 секунд. Ежегодно областное лесничество заготавливает ели и сосны для жителей. В этом году хозяйство может предоставить до 50 тысяч деревьев без ущерба для природы. Вот в такую погоду, когда температура ниже 10-50 градусов, заготовку ведется новогодних елок. Она становится мягкая, пушистая. И человек, который приходит, когда покупает эту елку, он видит самую пушистую, красивую елку. Рубить елки без разрешения по-прежнему нельзя. Во всех хозяйствах, где выращивают новогодние деревья для продажи, работает патруль. На выездах скоро установят полицейские посты. За одну срубленную елку предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей на гражданина, на юридическое лицо от 200 до 300 тысяч рублей и на должностное 20 до 40 тысяч рублей. Цена одной елки здесь от 60 рублей. За самую высокую до 5 метров и самую пушистую попросят около 2,5 тысяч рублей. Так. Ой. Тяжеленькая. Но я думаю, что на телекомпании «Самара ГИС» она вполне себе приживется. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.